Сегодня Брестский государственный университет Ибнепушкина принимает гостей из девяти вузов нашей страны, а также представителей итальянского фонда «Поможем им жить» в рамках четвертого студенческого форума. Торжественное открытие, состоявшееся сегодня, первое, но далеко не единственное мероприятие в обширном списке, который включает в себя как конкурсные и концертные программы, так и простое живое общение. Мы очень старались сделать все так, чтобы было все очень интересно, увлекательно, скажем так, ярко, но и в то же время познавательно. Поэтому у нас заявлено несколько концертных программ, небольших, но несколько зато. У нас сегодня будут презентоваться проекты, завтра у нас будут студенты участвовать в конкурсе «Студент года», бороться за это звание, и также пройдет акция «Красный нос» для всех детей нашего города. Уже не один год белорусские вузы при поддержке итальянского фонда «Поможем им жить» внедряют различные социальные программы, направленные на поддержку людей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Один из проектов работает с 1996 года и называется «Установление студентов на расстоянии». Итальянские семьи жертвуют фонд своей деньги. Многие организации определяют, кто из белорусских студентов особенно нуждается в дополнительной финансовой поддержке и распределяет стипендии. Сегодня на таком попечении находится 140 ребят. Волонтерское движение – это не выбор определенной организации, не следование правилам или выполнению проектов. Это стиль жизни, способ общения с миром, который гораздо шире и гораздо глобальнее, чем может показаться на первый взгляд. А потому студенты, принимающие участие в форуме, уверены, что с окончанием университета в волонтерской стороне их жизни практически ничего не изменится. Чтобы помогать, не обязательно зарабатывать много денег, занимать какую-то должность высокую. Это главное – оставаться человеком, замечать людей, которые вокруг нас находятся. Если они нуждаются в помощи, почему бы им не помочь, потому что все это возвращается в несколько раз больше. Порой кажется, что слова «милосердие», «гуманизм» и «доброта» даже без перевода понятны на всех языках мира. Они как будто изучают приятную и спокойную энергетику, дарят надежду и вселяют оптимизм. Радует то, что людей, для которых эти слова больше, чем просто набор букв и звуков, становится все больше. Ведь оказывая помощь другим, каждый из нас получает несоизмеримо больше, чем просто слова благодарности. Продолжение следует...